Здравствуйте, уважаемые соотечественники! Сегодня очень важный эфир. Я не только хотел бы сообщить какую-то важную новость, но и на самом деле озвучить то, что должно повлиять на сознание многих граждан нашей страны. И для этого я хочу в эфире озвучить принципиальные моменты, которые покажут, что мы сейчас находимся в совершенно другой ситуации. И важно, чтобы вот это наступило понимание, как бы просветление. И тогда мы будем понимать, как действовать дальше, что делать, как участвовать в этих изменениях. Ну, во-первых, я совсем недавно получил информацию, что султан Назарбаев не случайно нигде не появляется. Он на самом деле сейчас болен, находится в Швейцарии, в одной из клиник. И фактически он пока в здравом уме, в смысле, понимает, что происходит, но пока не в состоянии даже разговаривать. Подключен к различным аппаратам и проходит такой, скажем, серьезный курс восстановления. Неизвестно, он восстановится или нет, но в любом случае, то, что Назарбаев как бы в состоянии находится в таком недееспособном, давно это вам уже было видно. Более того, когда он озвучил какие-то слова, как вы помните, то сходить на кладбище, то насчет двух коров, то это медицинник квалифицируется как деминиция. Деминиция – это слабоумие, которое приобретенное. В результате, как правило, это происходит у людей, когда разными болезнями болеют, но и в том числе и, к сожалению, в связи с возрастом. Основная часть такая вот деминиция возникает в результате старостей. Вот, собственно, поэтому вы слышали про двух коров, про то, что не надо получать высшее образование. Вообще учиться не надо, можно миллионером стать без этого. Ну, видимо, он имел в виду своего брата Булата Назарбаева, который, будучи просто сантехником, стал миллиардером. Ну, в медицине это квалифицируется как деминиция, и поэтому нынешнее его состояние, когда он понимает, что происходит, но не может говорить, это не значит, что он совсем в здравом уме. Он действительно находится в реальном состоянии деминиции. Я думаю, что я пятницу четко излагал свою позицию. Сейчас, конечно, я знаю, что огромное количество людей просто ненавидит Назарбаева, они будут радоваться, желать ему смерти и все прочее. Но здесь, на самом деле, я хотел бы выступить в другом контексте. Ну, во-первых, он нам нужен живым. Живым для того, чтобы в итоге его осудить, провести наш казахстанский юрберский процесс, который был в Германии, когда судили всех тех, кто был виновен в развязывании Второй мировой войны, в жертвах миллионов людей. И поэтому он нам нужен живой. И то, что будут гигантские изменения, это очевидно. Поэтому я, честно говоря, хотел бы, чтобы он был живой, и мы его в конечном счете арестовали, посадили в тюрьму и провели над ним народный процесс. Я здесь хотел бы сказать другое. Я в пятницу выступал и сказал следующее. Назарбаев для нас мертв. Он себя провозгласил лидером нации, но мы знаем, лидер нации всегда на острие всех проблем. Он решает, он двигается, он выступает перед народом, он предлагает решение, формирует команду, он стоит на острие. Назарбаева вы уже не видите давно на этом острие, разве что он какие-то философствия свои выходит с двумя коровами, еще что-нибудь, ну, становясь посмешищем. Поэтому он давно даже не самопроволошенный лидер, он давно уже человек, который впал в слабоумие, и я считаю, что он мертв. Но что такое мертвый Назарбаев? Что такое, когда у страны нет лидера? Мы все прекрасно знаем, что за 30-летние годы правления Казахстаном Нурсултан Назарбаев создал авторитарное диктаторское управление, построил диктаторскую страну. И многие из наших граждан, был период, когда были высокие цены на нефть, когда оказалось, вот оно, благополучие есть, и с каждым днем происходит улучшение, они считали, что нашей стране нужна сильная рука, и вот эта сильная рука нас правильно куда-то ведет. На самом деле, теперь, когда эта так называемая сильная рука вдруг впадает в слабоумие, он недееспособен, ну и, конечно же, многие из вас воспринимают, а что будет дальше? Потому что вся эта система, весь культ личности построен вокруг Назарбаева, государства, оказывается, до Назарбаева не было, и тут раз, его нет. Пусть он даже физически живой, пусть он выглядит как овощ, как растение, пусть он даже не говорит, ну вроде как бы живой, но его нет, потому что он реальности не управляет государством. А если вся система власти была построена под Назарбаева, если все Акимы, министры, депутаты лично избирались Назарбаевым, а они все были его кнопками, когда он сидел, нажимал на эти кнопки, и они тогда начинали двигаться, а без него ничего не двигалось, тогда возникается ситуация, что главный архитектор этой системы, где один человек только нажимает на кнопку, вдруг замирает, и становится недееспособной, и система как бы рушится. Мы должны понимать, что Назарбаев и та система, которая сложилась в стране, это единое целое. Если Назарбаев недееспособный, то и система недееспособная. И собственно вы не удивляетесь, что сейчас, когда кризис, связанный с распространением коронавируса, низкие цены на нефть, все это привело к тому, что эти язвы, накопленные за период управления государством Нусултана Назарбаева, они обнажились, проявились, а лечить их некому, потому что эти люди, кнопки, они недееспособны, или как говорят обычно, они ипотенты, нет нажимателя кнопок. И любой, кто попытается взять на себя эту роль, нажимать на эти кнопки, он не сможет, потому что вся система построена таким образом, что кнопки, они сделаны ровно под размер пальца Нурсултана Назарбаева, с его линиями на пальце, и любой, кто пытается нажать, эти кнопки фактически не будут реагировать, и команда не будет исполняться. То есть система вместе с недееспособностью Назарбаева стала сама по себе недееспособна. Именно поэтому вы видите сейчас крах и развал, именно поэтому вы видите, что 42 500 тенге, о которых объявил Такаев, вы их не можете получить, и каждый день будут происходить разные проблемы. Но вы должны понимать, что если бы даже Назарбаев вдруг ожил, появился, это бы ничего не изменило, потому что я говорю о том, что сейчас в мире все настолько изменилось, а мы часть этого глобального мира, и этот мир каждый день ставит перед человечеством разные вызовы, и та страна, которая в состоянии реагировать на них, она выживает, выходит вперед, конкурирует, уходит в лидеры, становится богаче, а те, кто не в состоянии реагировать на эти вызовы времени, они пропадают как государство, или они становятся бедными, на этих территориях наступает голод, войны и разные проблемы. Поэтому, если бы сейчас даже появился вдруг Назарбаев, та система, которая выстроена им, она уже недееспособна. Я сейчас объясню, почему. Уважаемые друзья, за 30 лет, давайте мы себе зададим вопрос, что построил Назарбаев. Он построил страну, которая как на наркотики, сидела на доходах от нефти, минимум 60% доходов бюджета страны, формировались за счет нефти, и также от поставок, других сырьевых ресурсов, медь, сын, свинец, и так далее, которые нам по сути достались, наследство эти производственные компании, заводы и фабрики достались наследство от Советского Союза. Они просто поддерживали тот уровень производства. К примеру, взять Казахмыс, как он производил там, около 300 тысяч тонн меди советских времен, так и производит. Ну и другие предприятия такие же. У нас единственное, что увеличился объем производства нефти, но только потому, что выросли мировые цены на нефть. Только поэтому. И, собственно, это привело к тому, что мировой спрос увеличился, и стали больше производить и добывать нефть. Опять же, на основе георазведки, которые были сделаны еще в советское время. При Назарбаеве, фактически, страна жила вот на таких наркотиках, как нефть и другое сырье. И за 30 лет поступали миллиарды долларов в экономику страны. И за эти миллиарды долларов можно было давно все перестроить, построить развитую экономику, разнообразную, диверсифицированную, производить одежду, мебель, что угодно. Пример, Арабские Эмираты, именно конкретно Эмират Дубаи, которые фактически производят всего лишь 4 миллиона тонн, не как Казахстан, свыше 90 миллион тонн, 4 миллиона. И они превратили Эмират Дубаи в цветущий край, где море и песок. За какие-то 10 лет они превратили совершенно другую развитую страну, где бедуины ездили на верблюдах еще в 60-х годах, когда у нас уже была развита экономика относительно Эмиратов. Там ничего не было. Они нашли нефть, сумели эту нефть инвестировать и перестроить всю экономику страны. Что сделал Назарбаев? Он просто на всех этих доходах лично разбогател. Разбогатели его родственники. Разбогател Тимур Кулебаев, его зять, супермиллиардер. Они покупают огромное количество самолетов. Он себя называет бизнесменом номер один журнал Forbes. Какой же бизнесмен, который просто крал нефтяные доходы страны и продолжает красть вы слышали, чтобы Тимур Кулебаев построил какие-то новые технологии, какие-то новые продвинутые заводы. Вы что-нибудь слышали о каких-то таких достижениях? Нет, вы знаете, что он, пользуясь этой властью своего тесте, Нурсултана Назарбаева, крал миллиардами и крадет сейчас прямо доходы граждан нашей страны. Также вся эта верхушка, которая в журнале Forbes, Владимир Ким медная группа это прямо украдено у бюджета страны. Группа Машкевич, так называемая евразийская группа, они просто присвоили гигантские богатства минимум на 20 миллиардов долларов США. Это лучшие электростанции страны. Это крупнейшие рудные компании типа ССГПО, ферросплавы, алюминиевый завод. Все это было ими присвоено без каких-либо тендеров, просто присвоено. И вот эти богатства они стали работать на Назарбаева, на укрепление его личной власти. И вы сейчас видите, мы находимся у разбитого корыта. А такие страны, которые значительно позже нас в пустыне, в песках начали строить заново своего государства, вошли в число, в десятку богатейших стран мира. Они конечно не крутые, как Америка и ведущие страны Европы с точки зрения технологии, интеллекта, культуры, образования, но во всяком случае уровень жизни у них высокий, они входят в первую десятку по доходам на душу населения. Поэтому конечно многие мне задут вопрос, а как же так получилось, мы какой-то период, как государство вроде развались, я объясняю очень просто. В 90-х годах, когда страна получила независимость от Советского Союза, когда Советский Союз поделился на множество республик, конечно все эти заводы и фабрики, нефтяные месторождения, они были в нашей стране, и нужно было просто их перестроить на новый принцип управления, именно рыночный. И тогда шаг за шагом во второй половине 90-х годов, когда первая половина еще была критически сложная, целая плеяда новых энергичных людей, которые с нуля создали свой бизнес, проявили свои таланты, они интегрировались в эту политическую систему, были приглашены работать, возглавлять железную дорогу, нефтяные компании, энергосистему, зерновой бизнес и так далее. И именно это целая когорта молодых людей, которая вошла в правительство, в органы управления, они в конце 90-х годов создали, по сути дела, рыночное государство, которое сумело функционировать, перестроить и работало в новых условиях, в новых рыночных условиях. И когда в начале 2000-х годов цены на нефть, на сырье стали стремительно расти, но Султан Назарбаев шаг за шагом демонтировал эту управленческую команду способных, разных, он их кого посадил, кого интегрировал, принудил работать лично на него, кого выгнал из страны. Последний оплот в начале 2000-х годов сильно развивался, банка-система, которая действительно была передовой, это был последний оплот, где еще присутствовали серьезные бизнесмены, банк-система была рыночной, и она была тоже захвачена, разрушен банк Тураналем, БТА-банк, затем Коском, и все это стало принадлежать семье. И все эти 2000-х годы Назарбаев просто эксплуатировал ту систему, которую построила большая команда интеллектуалов, технорей, людей, которые выросли в новых рыночных условиях. Что произошло? Шаг за шагом он вырезал, вычистил всех тех людей, которые самостоятельно мыслят. Партии, политические партии, которые как-то еще существовали, они были уничтожены. Появилось только монополия партии нуратан и его ответвлений. В бизнесе нефть, газ под контроль семьи, все сырьевые компании под контроль семьи, при этом цены шли вверх. И у вас была иллюзия, что эта сильная рука управляет страной, у страны есть какие-то доходы, и у вас есть какое-то будущее. Сотни тысяч этих чиновников, они выросли на системе этих взяток, откатов, на этих тендерах, на воровстве активов. И в итоге к чему это привело? Привело к тому, что Назарбаев собрал вокруг себя тех людей, исполнителей его воли, работающих только на него. Парламент он сам назначал министров, акимов, народ в этом не участвовал и в какой-то момент он объявил себя лидером нации, в какой-то момент он себе присвоил колоссальные привилегии, связанные с тем, что он неподсуден, неподсудный член его семьи. Он объявил себя ель-васе пожизненным и на пике своей власти у многих наших граждан, конечно, создалось впечатление, что этот человек выдающийся крутой, он делал страну, и потому что на эту мысль работала пропаганда, Хабар и другие каналы, оппонентов не было, они были изгнаны или уничтожены, но перед страной появились новые вызовы, которые обнажили, показали, что эта система, она гнилая, она больная, у нее нет будущего, и вопрос не в том, что сейчас Назарбаев фактически парализован, завтра, завтра, или через какое-то время, его могут вытащить как куклу, оденут пиджак, он произнесет какие-то слова, демонстрирует, что я жив, и вы скажете, Аблязов, ты был неправ, суть не в том, суть не в том, что Назарбаев завтра ожил, он мертв, это мумия, потому что Назарбаев и та система, которую он построил, она мертвая, вы каждый день это видите, каждый день, если даже Назарбаев вдруг завтра живет и появится, и скажет, я во главе страны, ничего не изменится, почему не изменится, давайте мы и поймем, потому что когда сейчас перед страной и перед всем миром стоят вызовы, должны быть много лидеров на разных участках, и правительстве, и в парламенте, и в регионах, когда огромное количество таких лидеров, самодвижущий такой организм начинает двигаться, тогда нация в состоянии ответить этим вызовам времени, реагирует на них, а когда вся страна смотрит на одного человека, и когда там вокруг одни патенты, а он их так сделал, вы понимаете, что сейчас в связи с развитием коронавируса экономика остановилась в мире, но наша страна от этого пострадает очень сильно, выплывут, и хорошо будет в итоге развиваться все ведущие страны мира, а те бедные, так называемые третьи страны мира, они попали, и попадают в тяжелейшую ситуацию, мы сейчас находимся в ситуации, когда вы видите, фактически мы, наши граждане, многие на грани голода, правительство не может выделить эти деньги, правительство фактически не спасает бизнес, банковская система, уважаемые друзья, ближайшие 3-6 месяцев будет испытывать гигантские трудности, вы потеряете свои вклады, пенсионные фонды будут под большим вопросом, это большой вопрос, большой вопрос по вашим пенсиям, то есть, это все порождение той самой политики, которую проводил Нурсултан Назарбаев, той самой системой, которой он строил все эти годы, культ личности и система под одного человека, и эта система сейчас умерла, потому что цены на нефть упали, и мне задают вопрос, говорят, вот доллар, тенге укрепляется, это все ерунда, избыток нефти на мировом рынке такой, потому что все страны фактически прекратили деятельность, что каждый день, даже если эти нефтехранилища заполнять, их хватит максимум на месяц, через месяц этот объем излишках хлынет на международный рынок, все обвалится, цена на нефть однозначно обвалится, это говорят все эксперты, падение цен на нефть приведет к обвалу тенге, чтобы ни у кого не было сомнений, читайте, смотрите, заходите в интернет и увидите огромное количество аналитических материалов, то есть, наша страна работала наркотически на одной нефти и на сырье, цена на нефть обвалилась, все, бюджета нет нашей страны, рабочих нет мест, миллионы безработных, плюс развитие коронавируса показало, что мы не можем ничего сами производить, мы все должны покупать, нужна валюта, а валюты не будет в том количестве, как раньше, потому что то, что мы экспортировали за пределы страны и получали валюту, теперь валюты будет во много раз меньше, значит, мы не сможем достаточным количеством импортировать то, что было, лекарства, одежду, продовольствие и так далее, будет серьезный кризис, то есть, мертв, по сути, Назарбаев, мертва эта система, и те люди, которые сейчас во власти, они не в состоянии изменить ситуацию, потому что это система, потому что там на каждом уровне исполнители, они не руководители, не инициаторы, они не в состоянии бороться, они не в состоянии организовывать людей, это импотенты, и даже сейчас Токаев, Дарига Назарбаев, Тимур Кулебаев, Карим Масимов, они будут пытаться коллективно управлять вчетвером, как бы коллективный Назарбаев это не поможет, потому что вся система уже показала свою недееспособность, Назарбаев умер, система умерла, это мы должны для себя сделать вывод. Уважаемые друзья, и так вы должны понимать, что система недееспособна, и возникает вопрос, какие будут последствия, последствия я вам сказал, ваши вклады в банках под угрозой, банковская система под угрозой, бизнес не получает поддержку, и те бизнесмены, которые мучаясь эти 30 лет строили свои бизнесы, они сейчас попадали, попали в тяжелейшую ситуацию, они не могут платить заработную плату, потому что у них нет продаж, государство им не помогает, как в Англии, в Америке, когда в этих странах людям на этих предприятиях просто платят 70-80% заработной платы, именно государство платит. Вы видите, что бизнес у нас попадает под удар, банковская система ввалится, мы находимся в критической ситуации. Что же делать? Я хочу сказать следующее. Конечно, сейчас эта власть напугана, в связи с тем, что они Назарбаева отправили оживать, надеясь его вылечить, они напуганы и понимают, что не справляются с этой текущей ситуацией. Именно поэтому вокруг Алматы были выставлены броневики, солдаты, в Астане тоже самое, потому что они считают, что это два города наиболее опасны с точки зрения массовых беспорядков и перехвата власти. Они боятся, что разъяренная толпа завтра сожгет их дворцы. Давайте поймем, что мы хотим. Конечно, завтра будут тельные беспорядки и те люди, которые были далеки от политики и просто думали о своем выживании, они будут сегодня приходить требовать, чтобы это правительство им помогло. Завтра в отчаянии от состояния голода они будут громить магазины. Это все так. Это мы к этому приближаемся. Но вопрос, чего мы хотим? Мы же не хотим этого. Мы хотим построить сильные государства, где будут сильные руководители, они будут избираться народом. Мы хотим построить такое же цивилизованное государство, как во всех странах мира. Поверьте мне, даже если вы забежите в магазин, утащите пару мешков, они через неделю закончатся. Если вы даже сожгете дворцы Назарбаева, Кулебаева, это вас не сделает богаче, потому что в сожженных дворцах никто не будет жить. Даже если вы их богатство поделите на большое количество людей, вы же понимаете основные их ресурсы за рубежом. Вам мало что достанется. Поэтому мы должны для себя понять, а что же мы хотим сделать? Мы хотим жить достойной, сильной стране, мы хотим, чтобы у нас было сильное правительство, мы хотим, чтобы народ контролировал власть, мы хотим, чтобы именно народ выбирал акимов областей, городов, мы хотим таким образом контролировать власть, и мы знаем, что в этом случае страна у нас будет нормально развиваться, как во всех странах мира, ведущих странах мира, Мы этого хотим. То есть это называется политической платформой, если быть точным. Наши пожелания. Я хочу сказать, что здесь очень важно, что именно политическая платформа, именно идея построения такого государства нас должно объединять. Нежелание разгромить и уничтожить эту политическую верхушку. Это не изменит нашу жизнь. Мы должны думать о том, что мы можем сделать. Итак, я сейчас хочу показать все наши действия, которые приведут к смене режима и построению именно такого государства. Первое. Нас должна объединять политическая платформа. Политическая платформа объявлена. Мы хотим построить демократическое государство без должности президента, парламентскую республику. Меня спрашивают, а если завтра Аблязов придет к власти, какие гарантии того, что не повторится все то, что было при Назарбаеве? Уважаемые друзья, я говорю, что мы строим парламентскую республику. Парламент будет избирать правительство, точнее назначать, премьера будет назначать. И если премьера и правительство плохо работают, парламент в один день отправляет их в отставку и назначает новое правительство. То есть мы строим такую систему, новую, новую демократическую, которая существует во всех странах мира, которая по сути дела является гарантом, что в нашей стране не будет диктатуры. Мы выбираем Акимов и мы знаем, что эти Акимы, если они будут плохо работать, мы их снова не изберем. Мы же будем знать, кого мы избираем, этого Акима. Мы же будем понимать, что этот человек достойный, это ваш будет выбор, а не выбор Назарбаева. Он своего наместника назначает Акимом города, министром и все прочее, вас ставит перед фактом. Как вот сейчас объявили мобилизацию, не спросили у народа, просто перед фактом поставили. А когда именно народ участвует в управлении прямо, вот вам и гарантия, гарантия активность самого народа, именно права самого народа. Мы должны построить такую систему и тогда будет гарантия того, что не повторится диктатура, авторитаризм, не повторится, что эти люди во власти снова могут воровать и воровать и воровать. Этого не будет при новой политической системе. То есть мы понимаем, что мы хотим построить. Парламентскую республику без должности президента, правительство будет назначаться парламентом. А парламент это не те депутаты, которых вы сейчас видите, это куклы Назарбаева, которые он сам назначал. Здесь все будет по-другому. Потому что эти депутаты придут из народа. На открытых выборах народ должен выбирать этих депутатов и тогда все меняется. Ваши представители в парламенте назначают правительство, премьер-министра и ваше же представительство отправляют в отставку правительство, если они неправильно работают. И никто не сможет провести по родственному признаку на те или иные должности ключевые министров, акимов и так далее. Потому что они будут все выборными. Они будут назначаться или парламентом, или их будет избирать сам народ. Вот у меня спрашивают, а значит ли, что вы своих родственников расставите. Нет, это невозможно будет в принципе в парламентской республике. В принципе невозможно. Потому что все ключевые должности, они не по назначению идут, а по выбору. По выбору самого народа. Итак, если народ понимает, что хочет построить, вопрос стоит, как нам добиться, чтобы этот режим пал и мы действительно построили такое государство. Ответ очень простой. Есть демократический выбор Казахстана, который в Казахстане сейчас запрещен. Мы все предыдущие годы проводили большую работу, создали платформы в Телеграм, чат активист ДВК, мы создали штаб, штаб ДВК. И мы приглашали вас принять участие. Мы наращивали количество наших сторонников, всех тех, кто хотел построить новую демократическую страну. Сейчас эта возможность у нас еще больше усилилась. Потому что, когда правительство заявило, что собирается выделить 42 500 тенге, многие из вас были вынуждены зайти на платформу Телеграм. И вы теперь, если вчера были пользователи WhatsApp, вы теперь пользователи Телеграм. Я приглашаю вас в зайти в чат активист ДВК. Но кроме того, что в Ютьюбе есть канал Мухтара Блязов, есть канал в Ютьюбе 1612, я приглашаю вас именно на платформу в Телеграм, потому что именно в Телеграм мы объединяем наших сторонников. И тогда, когда в нашем чате становится миллион наших сторонников, который разделяет наши политические идеи, мы будем призывать наших сторонников выходить на митинги. И тогда будут выходить не тысячи, не сотни, а десятки, а десятки тысяч и сотни тысяч. И я еще раз хочу сказать, когда на улице страны выходит приблизительно 3-5 процентов, а это приблизительно 500 тысяч до миллиона, власть падает без каких-либо военных действий, армия переходит на сторону народа, полиция переходит на сторону народа. Я сейчас хочу еще сказать о движении партии Коще. Мы поддерживаем партию Коще, это движение. У этого движения есть тоже присутствие в социальных сетях, в чате, в Телеграм. Заходите. У них есть региональные чаты по разным городам. Астана, Алматы, Шимкен и так далее. И тогда, когда будет огромное количество участников в региональных чатах, плюс в центральных, в Алмате, в Астане, вы увидите, что нас много, нас сотни тысяч. И мы тогда, зная, какую страну хотим построить, мы не допустим, чтобы в стране был хаос, мы не допустим беспорядков, мы обозначим какой-то день митинга, и тогда десятки тысяч людей выйдут на улицу, объединенных политической платформой построения демократического государства без должности президента. Мы не дадим, чтобы в стране был беспорядок и хаос, мы придем к управлению страной, мы создадим временное правительство, затем в течение полугода проведем честные, открытые выборы, в которых могут участвовать разные партии, хоть по три человека зарегистрированы, но они выйдут со своей платформой, своим предложением народу, и народ сделает выбор, за кого голосовать, какие лидеры нужны, какое будущее должно быть у нашей страны. Вот я показываю путь, у меня спрашивают, что делать? Я не призываю громить что-то, нападать, я не призываю оборужаться, я говорю, очень простой механизм, заходите в телеграмме, чат активист ДВК, заходите, если вы опасаетесь, в чат активист ДВК, потому что ДВК экстремистская организация, заходите к движению партии Куще, заходите в их чаты, активируйтесь, спрашивайте, я уверен, что таким образом, мы зайдем в эти чаты, нас будет много, у нас есть единая платформа, у нашего народа есть очень много сильных людей, во всех сферах жизни, в экономике, в политике, это новые люди, это активная масса, которая сейчас этот режим просто затоптал, опустил где-то вниз, и их может быть не так кажется, на ваш взгляд много, но их достаточно, для того, чтобы мы перехватили управление страной, и избавились от этой воровской системы, и построили новое государство, новое демократическое, продвинутое, сильное государство, которое будет под контролем самого народа, вот я вам предлагаю очень простой выход, заходите во все чаты, используйте телеграм, читайте платформу, политическую программу, демократического выбора Казахстана, я уверен, вам она понравится, потому что мы говорим, государственное образование будет бесплатным, мы говорим, что государственная медицина будет бесплатной, мы говорим, что минимальная заработная плата на экспортных предприятиях, которые поставляют свою продукцию за пределы Казахстана, будет минимум 1000 долларов, в среднем 1500, это только стартовое, в течение короткого срока, я уверен, что на этих предприятиях будут суммы в несколько раз больше, как в мире, мы все эти предприятия сейчас принадлежат Назарбаеву, Кулебаеву, но они все будут национализированы, будут принадлежать государству, и мы будем в состоянии людям платить достойную заработную плату, когда мне кто-то говорит, что мы против Аблязова или против ДВК, я задаю вопрос, вы против высоких заработных плат, вы против того, чтобы медицины и образования были бесплатные, вы против того, чтобы ваша зарплата была не меньше, чем 1500, никто не может сказать, что он против, это люди просто обработаны хабаром, пропагандой, и они когда говорят против, они просто изрекают хабар, вы не можете быть против того, чтобы ваша жизнь стала завтра лучше во много раз, вы не можете быть против, чтобы именно вы контролировали эту власть, вы не можете быть против, чтобы у ваших детей было будущее, чтобы голос вас был слышен, вы можете быть только против этого режима, воровского режима, который 30 лет нас обманывал, построил репрессивный механизм, эту воровскую систему, которая на ваших глазах сыпется, каждый день вы бьетесь об эту систему, пытаясь просто получить 42 500 тенге, и вы не можете их получить, и даже если вы их получите путем мучительных действий, они вам не помогут, они помогут на неделю-две, а затем что, опять стоять в очереди и выпрашивать, нет, мы должны построить сильное государство, где мы будем именно строителями, именно мы будем строить новую страну, где наши права защищены законом, где мы двигаем процесс, где мы независимы, нам не нужна, то, что вот эти так называемые Евразийские союзы, потому что они нашу страну уронили вниз, мы потеряли независимость, мы видели, как Назарбаев 10 марта, все, что он произнес, поблагодарил Путина, что его назначили почетным президентом, никому не нужно Евразийского союза, где по сути дела присутствует только один Путин, нас там нет, поэтому мы должны построить совершенно другое государство, мы будем выстраивать нормальные торговые отношения с Россией, с Китаем, со всеми странами, но мы будем сильными и независимыми, как должен быть великий народ, великий народ Казахстана, я верю в нашу страну, я верю, что мы все это изменим, потому что пришло время, и все эти катаклизмы обнажили, что нынешняя система Нурсултана Назарбаева, она не отвечает вызовам времени, он умер, система умерла, и мы должны построить новую страну, у нас сейчас появились новые возможности, как бы нам не было тяжело, мы завтра сменим этот режим и построим новую страну. Алга Казахстан.